Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! С вами я, Рита Суслова, и сегодня я хочу с вами поговорить о выборе дома, о поисках дома, об оформлении и о различных особенностях выбора дома, о выборе недвижимости на юге. Сейчас мы едем с девчонками в Майкоп, едем в магазин за одеждой для детей и, может быть, заедем в развлекательный центр «Ананас». Надо немножечко развеяться. Я хочу напомнить, что у меня трое детей, двое из которых сейчас находятся на каникулах. Хотя маленькая ходит в детский сад, но, тем не менее, сегодня воскресенье, и надо немножечко, чтобы девочка развеялась, что-то куда-то сходила, что-то посмотрела. Сегодня у нас чудесная погода, невероятно, 26 градусов. Это для нас прямо подарок какой-то. Надвигается буря. Вот не знаю, застанем мы ее в пути или нет. Возможно, удастся снять какие-нибудь красивые кадры урагана. Много вопросов задают мне люди, именно те люди, которые хотят переехать с севера на юг. С Питера, с Урала, с Архангельска. Это все по поводу поиска дома. На что смотреть, как оформлять, как искать. Что я вам скажу? По поводу сайта Авито я вам уже говорила, что смело можно искать дома на сайте. Что могу посоветовать на первом этапе? На первом этапе я могу посоветовать немного расширить поиски. То есть, допустим, вы выбираете какой-то определенный город. Допустим, вы выбираете город Белореченск, в котором я сейчас живу. Расширьте критерии поиска. Хочу сказать, что Белореченск граничит со станицами. Поселок Южный. Это вот Белореченск, вот Южный. Ехать 2-5 минут до Южного. Родники. Вот Белореченск, вот Родники. То же самое считает тот же Белореченск. 5 минут до Белореченской ехать. Заречная. Тоже совсем близко рядом. Но. Но. Какой момент? В Родниках, в Заречном, в Южном стоимость недвижимости дешевле. А земли, кому это интересно, больше. Поэтому вот можно рассматривать так же еще и эти варианты. Хотела бы посоветовать, что еще. Изучите карту города очень досконально и внимательно. прежде чем вы поедете выбирать дом. Изучите, где что находится. Где центр, где окраина. А где может быть какое-то вредное производство. В некоторых городах есть такое. Дальше. Спрашивают меня. Маргарита, вот мы бы хотели купить дом с приличным ремонтом. Вот нам надо обязательно с приличным ремонтом, чтобы мы могли въехать и жить там. Вот что я вам скажу, друзья. Дело в том, что понятие приличный ремонт в Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае очень отличается. То есть в Санкт-Петербурге приличный ремонт – это одно. В Краснодарском крае приличный ремонт – это совсем другое. В Краснодарском крае приличный ремонт – это обязательно натяжные потолки. Цветные, розовые, черные, зеленые, трехъярусные. Множество всяких подсветок на потолках. Это то, что было модно в Питере. Я не знаю, в 90-е годы, наверное, это было модно. Сейчас в Питере это считается уже вчерашний день. Также приличный ремонт в Краснодарском крае считается, когда какие-то огромные розы на стенах, фотообои. Но какого-то современного хорошего ремонта на самом деле редко встречается. Честно, редко. Поэтому не хватаетесь за этот приличный ремонт. Смотрите, чтобы были ровные стены, ровные полы, чтобы не было трещин, а уж косметически приличный ремонт либо какой-то авторский, дизайнерский, сделаете уже сами. Зато, кстати, в Краснодарском крае местные жители совершенно не обращают внимания на то, что у них в домах лежит роскошный, шикарный дубовый паркет. В очень многих домах. В том числе и я купила свой дом. Там не было указано, что пол дубовый паркет. И у меня в моем доме прекрасный, шикарный дубовый паркет, который мне пришлось лишь отциклевать, заново покрыть хорошим лаком. Пришел мастер, специалист в этом деле. Все мне сделал. Работа эта здесь стоит гораздо дешевле, в три раза дешевле, чем в Питере. И у меня новый красивый пол из дубового паркета. Сверкающий, мерцающий. Я очень довольна этим полом. Что еще? Не гонитесь за огромными размерами участка здесь, в Краснодарском крае. Во-первых, что касается Белореченска, то участок в 15 соток в городе купить очень сложно. Их буквально единицы. В основном это 6, 7, 10 соток максимум. Но я как человек, проживший уже год и занимающийся землей, садом, огородом, могу с уверенностью сказать, что вот у меня 9 соток, что этого вполне достаточно. Больше не надо. С 9 соток можно снимать очень большой урожай, если захотеть. Так, ну вот, что касается участка. Дальше. Что касается дома. Я скажу так. Я бы никому не советовала рассматривать деревянные дома. Также на юге здесь, как бы, в Ленобласти это хорошо, нормально. Здесь на юге я бы никому не советовала рассматривать деревянные дома. Как, впрочем, и каркасные. Здесь совсем другой климат. Здесь совсем другие природные условия. Земля плодородная. Земля родит. Урожай. Также хорошо размножаются насекомые, вредители, грызуны и все прочее. То есть, как бы ваш домик деревянный не получился для них хорошим обедом, ужином и завтраком. То есть, в деревянных домах селятся насекомые. Их нужно обрабатывать защитой специальной. Причем это не гарантирует, что это вас спасет от этих насекомых, которые жуют это дерево, селятся в нем и размножаются. Как насекомые, так же тут есть и грызуны, мышки, нарушки и всякие прочие. Вот, поэтому не советую, не рекомендую брать или либо строить здесь деревянные дома. Так же, как и каркасные. Каркасные дома, представляете, каркасы внутри утеплителя. Так же там и жучки, и мышки, и крыски, и все, что хочешь. Построили каркасный дом, построили себе проблему. Поэтому самый лучший пенобетон, газобетон, монолитные, кирпичные. В общем, короче говоря, камень. Камень. Для юга только камень. Материал стен мы с вами обсудили. Какой хороший бонус вы получите, если в вашем доме обнаружится подвал. Подвал – это очень большой бонус к строению. В основном дома с подвалом строят местные жители, которые родились и выросли в этом климате, на этой земле. Подвал очень необходим, очень нужная и полезная вещь. В моем доме подвал под всем домом, он больше 100 метров, и высота потолков там больше 2 метров. И так же там есть окошки. При желании даже в этом подвале можно сделать жилое помещение. Хотя у нас и так достаточно жилой площади, но подвал у нас шикарный. Семья большая, много всяких вещей, которые очень удобно хранить в подвале. В том числе и у меня есть специально отведенное место – стеллажи для заготовок в подвале. Также велосипеды, также всякая садовая техника, утварь, инвентарь, какие-то коробки с какими-то вещами. В общем, подвал – нужная вещь. А что еще смотреть? При выборе дома на юге. Также прекрасным бонусом к выбранному вами доме будет навес. Поскольку на юге без навеса жить совсем сложно, проблематично. У меня в доме большой навес, порядка 100 метров. У меня навес. Терраска под навесом. То есть, если вы берете дом без навеса, вы должны понимать, что вам придется его делать. Это необходимо для комфортной жизни на юге. Чтобы не мучиться, не сгорать, 41 градус в тени – это температура серьезная. Если у вас не будет навеса, на солнце это будет больше 50 градусов. То есть, навес необходим. Берете дом без навеса, готовьте, что вам нужно будет его делать. Не советую делать навес из поликарбоната. Это как… Это то же самое, что парниковый эффект будет. Жары может быть еще больше под поликарбонатом. И конструкция не столь надежная, как, допустим, из металлопрофиля. Посмотрите в предыдущих видео, какой у меня шикарный навес в доме. Что еще? Идете смотреть дом. В доме подвал. Обязательно смотрите наличие плесени. В доме не должно быть грибка. Подвал должен быть сухой, и никаких следов плесени быть не должно. Не поленитесь. Все уголки, все щели, все просмотрите. Обойдите дом со всех сторон. Допустим, с одной стороны дом чем-то завален. Чем-то, ну вот какое-то препятствие, не посмотреть вам стену. Если вы серьезно намерены покупать этот дом, не поленитесь. Разгребите все, что там мешает посмотреть стену. Посмотрите. Это может быть эволированная трещина таким образом, либо что-то еще. Не советую брать дома под сайдингом. Дом под сайдингом – это вот в мешке. Вот зачастую под сайдингом скрываются серьезные недостатки дома. Трещина на всю стену. Грибок, либо еще что-то. Поэтому в идеале это кирпич, штукатурка, караед. Ну, хорошо бы, чтобы вы взяли дом, на котором эта штукатурка держалась хотя бы пару годков. Поскольку дома с трещинами могут завуалировать свежеположенную штукатурку, которая через какое-то время может дать трещину. То есть стена с трещиной под штукатуркой, и эта трещина проявится и на штукатурке. В идеале кирпич. Что еще? Пойдем, не забудьте залезть на чердак. Посмотрите, в каком состоянии. Стропила. Они не должны быть сгнившими. Не должно быть никакого грибка. Посмотрите. Смотрите все состояние. Везде-везде пролезьте, все изучите, все досконально посмотрите. Далее. Смотрим комнаты, смотрим полы. Полы, покрытые ковровыми покрытиями, коврами, дорожками, паласами. Все поднимайте. Если серьезно намерены, дом понравился, но лежат ковры, дорожки, паласы. Все поднимаем, смотрим. Зачастую недобросовестные продавцы могут таким образом завуалировать недостатки пола в доме. Если недостаток, серьезно отказывайтесь. Если недостаток так себе, просите скидку. Просите скидку. У вас есть серьезный аргумент. Вам нужно перекладывать, переделывать полы. Может быть, менять паркет, может быть, менять ламинат. Вот, смотрите. То есть, поднимаем все ковры, все дорожки, все паласы. Очень внимательно. Далее. Про стены. Очень внимательно осматриваем все стены, все потолки, все уголки. Обращаем внимание к трещине, потеке. Всего этого не должно быть. Не дай бог, трещина, это уже будет очень нехорошо. Смотря в таком месте. Поэтому, не пробегаемся, а серьезно изучаем стены, потолки, все смотрим. Далее. Стены, потолки, полы я вам рассказала. Инженерная коммуникация. Допустим, вот канализация. Значит, зачастую, чаще всего на юге у нас идет либо центральная канализация, либо канализация септика. Даже я вам скажу так, что в частных домах чаще используется септик. Значит, смотрим всю канализацию. Покажите мне, где проходит. От унитаза и до выхода в сам септик. Вам должны показать эту трубу. Если труба находится в полу, в бетоне, забетонирована, должны показать, где она идет. Должны, может быть, показать техплан даже на установленную канализацию, где проходит какая труба. Далее. Вот септик. Посмотрели проход от унитаза до септика, посмотрели трубы. В идеале хорошо бы, чтобы эти трубы были либо в досягаемости, чтобы их можно было посмотреть, аминилить. Но в крайнем случае должны быть ревизионные люки, где вы можете открыть, прочистить, засунуть специальную пружину, чтобы был доступ к канализационной трубе. Очень важно. Далее. Сам септик. Спрашивайте, сохранились ли документы на септик. 50 на 50. Могли не сохраниться. Не брезгуем ничем, просим открыть септик. Дамочка какая-то, не могу, не знаю, не хочу. Берете сами, открываете септик. Спрашивайте, сколько кубов. Чем больше кубов в ваш септик, тем это лучше. Мой септик маловато. Ассенизаторскую машину приходится вызывать раз в месяц точно приходится вызывать. Но стоит это не так дорого, слава богу. Поэтому мы вот как-то обходимся. Спрашивайте, сколько кубов септик. Вам говорят, у меня септик 8 кубов. Мы ассенизаторскую машину не вызываем. У нас все хорошо, все уходит само в землю. 8 кубов. Намерены серьезно купить дом. Ищите палку. Длинную, предлинную. Окунайте в септик. Смотрите, сколько метров книзу. Вытаскивайте, она упрется. Если сейчас в мой септик поставить палку, то там, ну, я думаю, что метра 3. Вот. То есть, если там малюсенький септик, ну, 3 еще так себе. Если там малюсенький септик, где-то там 2 метра, то это уж совсем не годно. Готовьтесь к тому, что вам надо будет делать новый. Для постоянного проживания. Хотя, если семья из двух человек, то как бы это ничего страшного. Септик рассказала. Газовый котел. Узнаете, что за газовый котел. Когда котел менялся. Когда выполнялись какие-либо работы. Когда был специалист из газовой службы. Документацию на газовый котел. На все газоснабжение дома. Вот такие моменты. Что еще не рассказала. Водоснабжение. Очень часто на юге, в частных домах у людей скважина. Люди делают скважину. Вот, допустим, я купила дом. Моему дому 15 лет. В моем доме скважина была 9 метров. Люди всю жизнь жили в этом доме. И пили воду из этой скважины. Я изучаю различные виды скважины. Различные виды грунта. Интересуюсь этим вопросом. Могу с уверенностью сказать, что 9-метровая скважина мало. Тем более, что от этой скважины 10 метров находится канализационная труба и септик. Я считаю, что это очень мало. Поэтому первым делом, как мы въехали в дом, мы сделали новую, хорошую, глубокую скважину. Мы сейчас пьем артезианскую воду. Мы не только пьем, мы ей моемся, мы ей стираем. И мы ей поливаем огород. А вторая скважина, которая была 9-метровая, осталась как запасная. То есть, в случае что, мало ли, мы всегда можем в аварийной ситуации воспользоваться второй скважиной. Так, ну, основную информацию я, по-моему, дала. А что еще смотреть? Далее. Вы смотрите дом. Вы должны понимать, кто вам показывает дом. То есть, вы намерены его покупать. Вы хозяйка, я хозяйка. Возьмите паспорт у хозяйки. Вы должны понять, что этот человек собственник этого дома. Вы должны видеть фамилию, имя, отчество, прописку. Вы должны понимать, кому вы вносите зададок. Что еще? Документы на дом, на землю. И много вот таких вот маленьких нюансиков, которые невозможно рассказать в видео. Как проверить дом на обременении. Нет ли на доме обременений. Еще всякие моменты. Всякие моменты при сделке, при оформлении договора сделки-продажи. Про сам договор. Взаиморасчеты. Я, честно говоря, вам скажу так, что приобретение недвижимости, как на юге, так и в любом месте. Дело очень ответственное, очень важное. Чуть-чуть ни одно неправильное телодвижение можно остаться без денег, без дома и без всего. Поэтому все-таки я советую обращайтесь к специалистам. Обращайтесь к специалистам, к проверенным, к знающим, к опытным. Если нужен специалист при приобретении дома недвижимости в Белореченске, я к вашим услугам. Я имею достаточно большой опыт, чтобы проводить эти сделки, чтобы обезопасить своих клиентов от всяких возможных недвижимости. Поэтому мои контакты есть. Обращайтесь, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. С вами была Рита Сусова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok